Меня зовут Ханох, Лернер, фамилия. И мне в двух словах, значит, я предложил свою тему, тему, которая, кажется, касается того, что как наши недельные главы отвечают нашей современной жизни. Но мне сказали, нет, Ханох, ты должен быть более порядочным и должен обсудить тему, которая звучит примерно так, так мне сказали, по поводу вечной любви и временных конфузий. Так я тут ходил, как-то несколько дней ходил и думал, что же я вам такое скажу после всего. И вот что я надумал. Только не судите меня строго. Я подумал вот что, что есть какая-то противоречия между тем, что мы говорим о вечной любви и думаем, что ее можем решить техническими средствами, даже психологией. Вообще, это возможно или невозможно? То есть мы думаем так. Вот есть какая-то, я так скажу, какая-то вечная любовь. И она не только вечная, она внутри безграничная. А для того, чтобы жить в этой любви и по этой любви и прочее, прочее, то нам для этого нужно какие-то, я так условно скажу, правильное поведение. И вот мне кажется, что есть в этом некое противоречие между мыслью, что я какими-то конкретными формальными действиями могу достичь чего-то бесконечного. Вот о чем я думаю. И мне кажется, что на эту ошибку попадаемся все. И люди нерелигиозные, и люди религиозные. А вы мне дальше скажите, в чем я не прав. Значит, нерелигиозные, ну как бы нам понятно. Они как бы говорят, что мы хотим, мы хотим, вот как я и сказал, какими-то техническими средствами добиться счастья. Я так условно скажу. Религиозные люди говорят, нет, мы верим в Всевышнего, Всевышний нам делает медсвод, мы будем делать медсвод, и тогда все будет хорошо. Но ведь мы же видим, что не всегда так получается. Люди как бы стараются делать медсвод, а почему-то вот, я только беру только один план, план вот любви, так сказать, и то, что для девочек как бы понятно и близко, скажем так. И почему-то это не получается. Где здесь, где здесь наша ошибка? Или я неправильно говорю? Может быть, что-то такое. Ну, я так, я без воды обойдусь. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Не хотите признаваться? Нет, это просто мне очень важный вопрос. Вы пока бегали за водой. Я тут поднял вопрос, что мы, люди религиозные, говорим, что вот есть медсвод Всевышнего, мы их будем выполнять, мы стараемся их как-то выполнять. Ну, как стараемся, так стараемся. Но почему-то у нас не получается. Мы часто думаем, что не получается вот этой вечной любви, как бы тему, которую вы подняли. А при этом мы думаем, что, ну, наверное, плохо старались. Почему вы думаете, что не получается? Нет, ну, иногда не получается. Я же не говорю, нет. Конечно, 99, иногда 99% религиозных людей живут, конечно, счастливой жизнью. Семейной, вечной. Но есть же какой-то там маленький процент, который вдруг у них это не получилось. Вот хотелось бы знать, почему у них это не получилось. Мне кажется, что намного проще спросить вопрос с точки зрения, почему не получается решить проблему между нами и людьми. А из этого мы можем понять потом, как это связано между нами и Всевышним. Потому что вы спрашиваете вопрос, почему есть сложности связи. Вот вы меня подвели к такому вопросу, который действительно... Во-первых, есть разница между отношениями между мужем и женой и между отношениями между людьми. Давайте спросим у людей. Это просто конкретно. Если разница между связями и отношениями между мужем и женой, между человеком и Богом. И человеком и Богом, человеком и человеком? И человеком и близким просто другим. Есть или... В чем разница? Важность с параллелью. Могу, параллельно много проще. Что общего в этих связях? Нет, общего очень много. А в чем отличия? Вот это важно. Не с Богом, не с Богом. Между вот мужем и женой, и между двумя подружками близкими, есть в чем-то разница, или, ну, не важно, друзьями, или там начальником злыми и хорошей работницей и так далее. Ну, вот она сказала, подружка пришла-ушла, а муж, ну, ушел. Ну, почему? Бывает и наоборот. Нет, ну, это очень важный вопрос. Мы, конечно, смиремся, но не смеемся ли мы над собой? Ратушка одежается, все бросает и уходит, а муж терпит. Ну, да, ну, да. Так нет, нет, девочки, очень вопрос серьезный. В чем сущностная разница? С мужем есть Аллахотбена там, Лехавиро, плюс какие-то особенные Аллахотбена, которые есть относительно мужа и жене. Если больше, на самом деле, больше обязанностей, больше прав, больше взаимоотношений, это не просто еще один язык. Больше или какое слово вы можете использовать? Очень важно мне, очень, слово. Какое? Ближе, а еще кое слово. Да, и глубже. А, то есть, вот тут вот как раз тот вопрос, который я хотел, как бы, провентилировать. Глубже или ближе? А где там Всевышний? Когда мы говорим ближе или глубже, что мы имеем в виду? Вот часто говорят, вот муж, жена, все хорошо, значит, хина между ними. Это что? Это кто между ними пробежал? Вы мне скажите, потому что, мне кажется, здесь, здесь зарыто, не буду говорить о том, здесь скрыта правда. То есть, вот близкие-близкие отношения между мужем и женой, где, где скрывается Всевышний? Подсказывать? Может, вы нам подсказываете? Наши ребята не подсказывают тоже. Хорошо, я начну как с недельной головы. Мы придем к этому вопросу, я надеюсь, как-то. Мы, может, как-то пытаемся ее осветить. Может, тогда нам будет как-то понятно. Потому что, вы, конечно, правы, аллахот больше и многограннее, и сложнее, и это не случайно. Но это не случайно только потому, что, как бы, приходится тереться друг от друга, быть близкими, и нельзя прогнать его сразу, и прочее-прочее. Потому что есть что-то еще сущностное. Вот это сущное хотелось бы понять. А уж, если у нас есть такая правда, которую мы называем Торой, и верой, и прочее-прочее, то хотелось бы тоже понять, как это реально существует. Так я начну. Мне дали книжку. Почитаю. Сейчас. Значит, я хотел с самого начала обсудить этот момент, потому что, не знаю, как далеко мы уйдем, но... Ну, здесь мы приближаемся. Вот, значит, написано так. Значит, сказал Всевышний Авраму, иди себе, не знаю, из твоей страны, из родины твоей, из дома, отца твоего, в страну, которую я тебе покажу. Теперь, значит, обсуждается вопрос, страну, которую я тебе покажу. Почему Всевышний говорит ему, вот, в Эрецканан? Так Раши на это место говорит, что для того, чтобы дать ему заслугу, с Хар, за каждый его шаг. Хотелось бы понять, о чем Раша говорит. Почему, если я не знаю, иди туда, не знаешь куда, и так далее, и так далее, почему мне дается за это заслуга? В чем вот такая заслуга, когда мне ничего не определено? Как? Как сказали какое-то слово очень хорошее? Какое слово сказали? Доверие, да? Доверие. Вот это ситуация, которая есть у нас с вами. Значит, семья, муж с женой живут вместе, а куда они идут? Светлому будущему. Куда? Светлому будущему. Это как? Нет, это наша вера, я с вами согласен, но как-то очень неопределенно. Знаете, мальчик, девочка, они на шедухе. А как ты себе представляешь еврейскую семью? Я вот так, а я вот так. Как мы хорошо вместе представляем, давай ее строить вместе. Вот так они к этому делаю. А они подходят друг к другу? Кто? Это мальчик и девочка. Я не знаю. Так вы, я просто хочу очень важный момент сказать, что каждый, кто, даже люди не религиозные, я думаю, даже не евреи, неважно, когда они готовы начать строить семью, у них есть элемент, который здесь сказали, который называется доверие. Только доверие к чему? К нему, к ней, к чему доверие? За что Авраам Авиун должен получить заслугу от Всевышнего, а только за то, что он не знает, идет, куда не знает, куда? Какие вещи, которые не заверяются на силу, или за счет того, что он будет, то, что он будет хорошо? Я не понимаю, на что, кому он доверяет? Всевышнему. То есть получается у нас такая вещь, наш ум, конструктивный ум, как правило, привык строить какие-то схемы. Вот я понимаю, куда я иду, я прихожу сюда, мне это заплатят, это вот, сейчас в 8.30 я убегу, все хорошо. Так я себе говорю, как будто бы. И мне все понятно. Но я вот опоздал, теперь уже, не знаю, по-другому себя должен как-то вести, все как-то должно быть чуть-чуть по-другому. А уже не очень понятно. Теперь, когда муж и жена строят дом, то каждый их шаг, в принципе, построен на доверии. Хотя они, может быть, этого не кончательно не создают. Вот, теперь, когда вы говорили о том, что есть много митцвод и прочее, 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 о том, что мы здесь говорили между мужем и женой, то здесь все страшно усложняется. Мы по жизни должны быть доверять. Человек открывает бизнес, человек знакомится с кем-то и делает какие-то вложения, неважно, духовные, материальные или какие-то другие, он всегда должен кому-то доверять. Хотя человек не обязательно, то есть, мы это, как религиозные люди, формулируем, мы доверяем Богу. А человек не религиозный это не формулирует, но у него в подсознании это сидит. У нас-то это наша, ну, как бы, сила, кроме всего прочего, в том, что это уже и сознательно мы это делаем. В отличие от человека, который делает бессознательно. Теперь, здесь есть разница. Значит, если я включился в какой-то, предположим, бизнес, с кем-то договорился и это, и меня мой компаньон подводит, так я думаю во всяком случае, или я его подвожу, и он так думает, неважно что, то что спасает бизнес? Доверие. Теперь, если же мы идем, там, вы же сказали, светлое будущее, будущее это до сколько? Вы сказали, да? До 120 или дальше? А дальше? Мы дальше разойдемся? То есть, мы как-то понимаем, что это вечное будущее, правильно? Я просто к этому подталкивался. То есть, я теперь должен доверять своему компаньону, как бы, навечно. А это очень тяжело. Я лично думаю, что, почему Всевышний с нам не может открыться и показать нам какие-то дальние перспективы, только потому, что мы на него не можем положиться. Человек живет, да, и религиозный, да, то, да, все, начинается кризис, начинается что? Человек падает духом и думает то, что думает, я не буду говорить, что думает, мы и так знаем, что мы думаем в этот момент, и так далее. То есть, и Всевышний не может положиться на человека, как бы, и потому что мы ему не даем достаточно доверия. Теперь ситуация усложняется резко, когда я, в отличие от бизнеса, где я придумал, вот, я хочу сделать то-то, я заработаю какие-то деньги, или там, не знаю, что я сделаю. А мне все понятно. В семейной жизни ведь это же не так. В семейной жизни у нас усложняется. Кому я доверяю? Я доверяю Всевышнему. Я должен доверять своему тому, кто мне близок. В данном случае, как мужчина, своей жене должен доверять. А я и могу доверять? Она же человек. А не, Марти Бахарзи, Коля Адам Кузев. Так, Давида Мелых сказал. Я спешски сказал, каждый человек, он, в конце концов, обманывает. Это вопрос, это вопрос, в Кавсхуд, но до каких пор в Кавсхуд? То есть, вопрос-то мой хитрый. Когда мы говорим, что мы доверяем Всевышнему в этом деле, то где этот Всевышний, к которому мы доверяем? Только на небе? Где этот Всевышний? Вот я доверяю Всевышнему. Вот у меня конфликт с моей женой. И мне кажется, что моя жена, предположим, себя ведет неправильно. А я доверяю Всевышнему. Жена моя здесь, Всевышний, там. Я верю в то, что Всевышний поставил меня в такую ситуацию, чтобы исправить мои качества. Начинается. Начинается. Не, вы правильно говорите? Вы, конечно, все правильно говорите. Только это меня еще больше приведет в более глубокую депрессию. Нет? Я и так знаю за собой, кто я такой. А тут вы говорите, меня теперь еще кунает носом в это дело. И до каких пор? Навсегда, что ли? Справил качество, пошел дальше. Вы знаете, это мое личное мнение. Вот это по этой главе. Значит, по этому предложению. Написано так. Эли-эли-эли-эли-эля Шевреха, страну, которую я тебе покажу. Мне кажется... Вы послушайте, мне кажется, это очень... Я, как бы, говорю вещи, которые для меня как бы очень важны. Я просто их медленно хочу подвести всех нас к этому. А вы потом дальше скажете, что вы думаете об этом. что Всевышний не мог показать Авраам Авину, эту землю, потому что он ее бы не увидел. Вы встретитесь с парнем, который замечательный мальчик, и все-все-все-все, и все равно вы его не увидите. Пройдут годы, пока вы начинаете его понимать и видеть. И если в добрый час ваши отношения, не отношения, ваша близость только укрепляется, то вы начинаете все лучше и лучше видеть. То же самое земля Израиля. Кстати, просто по земле Израиля вообще, по предназначению человека. Мы видим наше предназначение, мы его можем сказать. Никто из нас не может. Никто здесь сидящий, я это спокойно говорю. Себя-то я в первую очередь, конечно, понимаю, никто. Но не может сказать наше предназначение. Но мы его можем начать видеть, когда мы идем. А вот куда идти? В семейной жизни. Вот она или он себя ведет не так. А вы мне говорите, надо доверять Богу, который там на небе и который хочет из меня сделать мочалку, выжать меня и чтобы я стал хорошим. Так вы определили или не так? Я хочу все время понять, кому я могу доверять? Ей? Богу, который на земле, на небе? Или кому? Кому я могу доверять? А без доверия, я опять же говорю, ничего, вы мне так сказали, я с вами совершенно сухой, ничего не возможно делать. Когда я обращаюсь к ним, вот все время здесь, наверное, я так не знаю, не было, не удостоили меня сопройти в другие места, наверное, обсуждаются вопросы, как психологические, как решаются вопросы, как должно быть, и правильные. Но это же вопросы, они опять же технические, они не сущностные. Должно быть что-то сущностное, к нему уже вокруг этого должно быть техническое. Мы часто под словом сущность, мы, я имею в виду религиозные люди, подменяем слово митцвот. Митцвот сущностный, но для этого надо видеть, что стоит за митцвот. То есть я правильно, мне механистически, если я по-другому никак не понимаю, не доходит до меня, выполнять митцвот. Они меня приучают, они меня обучают, они меня направляют, они меня вставляют в ситуацию правильную, и так далее, и так далее. Но это недостаточно. Что-то, Тора от нас требует что-то большего. Я бы хотел бы понять, что. Видите, мы все сидим, никто мне не хочет подсказать. Никто, хотя мы все себя считаем, ну, хуже, лучше, как религиозные люди. Сдаетесь? Я хочу сказать, что вся проблема, знаете, где-то я когда прочитал такую мысль, что, когда мы встречаемся с другим человеком, мы должны пытаться в нем увидеть душу и к ней обращаться. А за душой мы должны видеть самого Всевышнего. Это я просто говорю, сразу даю ответ, чтобы вас всех не мучить долго. Что, если я в своей жене не вижу то самое, что в чем открывается и должно открыться, и что есть в ней сущность, божественная, то мне не к кому обращаться. Кому я могу обращаться? Кому я могу доверять? Моей жене, которая, как каждый человек, слабая. К себе, кто я слаб? Бук, кто и на небе, как бы. А он меня подставляет такие тяжелые условия. Когда я обращаюсь к своей жене, к кому я обращаюсь? Вот к этой личности? Ну, моя жена, как бы она молодая, красивая и вечная не была, все-таки немножко это когда-нибудь составится. И буду же не такой красивой, как кажется людям. Мне там, может быть, кажется, наоборот, еще красивее. Но не важно. Это тоже вопрос. Почему мне кажется красивее, а другим людям для меня кажется? Это отдельный вопрос. Очень интересный. Что я могу увидеть в своей жене, что я вижу в ней красоту? И, наоборот, красота только открывается. То есть я как бы, как говорится, забросил удочку. Вы подумайте, наверное, я пойду к следующему посылку, я обсудить хочу. Мне бы тоже очень интересно. Как? Вы не расскажете, что ли? А я уже рассказал. Я уже почти все рассказал. Только чуть-чуть надо надо над этим включиться. То есть, знаете, например, ну, я пойду к примеру. Значит, у меня с женой конфликт, предположим. Тяжелый конфликт. Как я с женой должен разбираться? Мне, конечно, здесь вот научат, если я к вам буду ходить, еще там психологические, я сам там преподаю где-то психологию и так далее, и так далее. Всем этим вещам. Но я знаю, что вот моя жена, вот она так поступает, а вот мне хочется и так далее, и так далее. И вообще так, вообще невозможно. Кому я, с кем я веду разговоры, с кем я веду переговоры? Кому я обращаюсь? Вот реальность получается так, что Бог, который на небе, и то, что находится за моей женой, и так далее, должны для меня соединиться. Только там я могу встретиться со своей женой. Только там я могу начать вообще переговоры вести, пытаться жить самим собой, неважно что. Пока мне с этого не происходит, не происходит ничего. Вот люди часто говорят, любовь, любовь, любовь. Девочки очень любят это выражение. А что такое любовь? Вот это вот, в моих глазах это как бы, вот это соединение глупых вещей. Как вы видите, что это соединилось? Нет, я это не вижу. То есть я, скажем, я вижу свою жену, и для меня это уже одновременно должно быть, ну, в идеале. И в принципе это за любым человеком, но, конечно, вот вы же сами сказали, что там это глубже, это интимнее, это по-настоящему, это правдивее, я не знаю, как отношения между мужем и жены. Пока я, понимаете, только с того момента, в принципе, я начинаю делать митцвот, и они действительно облачаются в какую-то реальность. До этого, до этого получается так, Бог там, жена здесь, митцвот где-то еще в другом месте. В чем особенность тогда отношения к жене, отношения к любому другому езрею, в котором он должен видеть пожертвованный душ? Я ему не могу открыться. Не могу с ним так глубоко и чисто вести свои отношения. Во-первых, он сам для меня закрыт. Понятно. И, понимаете, я как-то нашел такую вещь, что с любым человеком отношения, они, мы называем, строятся. Женой отношения открываются. То есть, я так понимаю, что для мужчины жена должна быть, должна быть, и так, и так, я даже не сколько жена, даже бытие с женой, вот так вот я определю, бытие с женой должно быть непрерывным открытием. Потом, оно все время утончается, углубляется в свои напряженности жизни. Мне даже трудно определить. Напряженности в каком-то динамическом аспекте не в плохом. Но я хочу, после этого все равно ничего не понятно, для того, чтобы было что-то понятно, я хочу пойти к следующему пасуку. Значит так, и дальше в Сушнике говорит следующая вещь, Авраму, да? Виасеха лагой гадоль, и сделал тебя великим народом. Ви вареха, и благословлю тебя. Ви гдалеш меха, и развилищу имя твое. Ви ебраха, и ты сам будешь благословением. Продолжаю. Вареха мивареха, мукалалеха аур, и благословлю благословляешь тебя, а проклинаешь тебя прокляну. И не варехуба коль миш похода дома, и благословляешься через все народы мира. Теперь вы мне объясните. Вот появляется у нас такой герой, который зовут Аврам Авин. На полях, так сказать, на страницах Танаха, Торы. Вы кого-то видели еще, кого-то ни с того, ни с сего начинают благословлять без остановки. И ты будешь благословением сам. И через себя благословлятся все народы мира. И все люди на земле. И благослови и имя твое. В общем, все, все, что хотите. С чего вдруг? Я бы тоже так хотел. Не получается. А почему у него получилось? Ведь мы практически Аврам Авин ничего не знаем. Есть не дрожи, понятные, прочее, прочее. Но сама Тора очень скупо. Говорит о том, что вот там родился, там женился. Такие-то родители у него были. На этом все кончается. Брат, лот, племянник. Все. Как бы, больше особо ничего. Ничего Тора о нем не сообщает. Формальные данные. Я прихожу из-за... Военкомат мне тоже спрашивают формальные данные. Почему ты меня там не благословляешь? Как-как? Я оказался и преданно. Прошел в чудо-жасное наступание. Я рада. И все. Вот я вам еще что-то расскажу. Это было много лет назад. Я там был на дно в Бармицве. И там сидел один парень. Что я давно знал, он сидит такой, там Витхам учится всегда. Ну, он там и кабалы занимается. И он сказал такую вещь. Он тоже как раз поднял этот вопрос про Варамовину. Сказал, вы знаете, вот с точки зрения кабалы есть как бы два понятия центральных. Есть понятие свет и есть понятие кли. Это сосуд, который принимает от свет. И все зависит от уровня. Значит, на каком-то уровне то, что было сосудом, на более низком оно является светом. И наоборот. Ну, пример, я не знаю. Вот кто-то хочет выучить Иврит. Для него Иврит цель, задача, свет. Он выучил язык. Иврит с этого момента становится не светом, а кли. Он становится инструментом, что он работает. Понятно. Так, этот парень рассказывал, что все люди до Варамовину занимались светом, а не занимались кли, то есть сосудом. Что это значит? Он говорил, что вот взять допотопного человечества, что у них был грех, с точки зрения кабалы, что они все время играли со светом, создавали миры. Это были такие великие люди, которые сказали, что мы с вами, когда в будущем мире будем жить, в их тех мирах, которые они сотворили. Но они не занимались кли. Они занимались светом. А Варамовину сейчас я говорю, был первый человек, который делал сосуд. Какие-то абстрактные понятия, и о чем идет речь. О чем идет речь. Значит, с точки зрения света, каждый, кто играет со светом, он получает наслаждение. Мы в принципе с ним. Каждый человек живет, говорит, получить наслаждение, убегать от боли и так далее, и так далее, неприятности и прочее. Вопрос стоит у меня, да? Что-что? Хорошо. Кэнкен. Так, в чем здесь дело? А дело здесь в том, что у каждого из нас есть какое-то предназначение. В том числе и в семейной жизни оно является, может быть, даже одним из главных предназначений человека. Только вопрос заключается здесь вот такой вопрос. Какой кли или какой сосуд, что я должен построить в своем доме? Ведь я же не знаю, что. Мне вы скажете, Ханок, ты должен выполнять медсвод, делать медсвод, делать то-то, делать то-то, делать то-то, делать то-то, и все будет хорошо. Но я почему-то это делаю, у меня плохо, а у соседа хорошо. Или наоборот. Вы мне объясните, что здесь, что здесь не хватает мне? Я вот занимаюсь кли. Я честно, весь как бы иудаизм, он построен на том, что человек делает кли. Он делает, подготавливает себя к семейной жизни. Он готовит тебя так, как вы сказали, медот исправляет, еще что-то делает, очень хорошо. Деньги зарабатывает, тору учит, все, все это вот. А почему-то дело не идет. А как знать, что нужно? Вот это мой вопрос, центральный. Удостоимся почему? Я стараюсь, стараюсь, ничего не удостаиваюсь. Нет, если мы удостоимся, то мы увидим, то есть по-любому, по-любому, все для нас хорошо. Если мы удостоимся, мы увидим, почему нам хорошо жить вот так вот и так вот, почему не так вот. Нет, но мы же, мы же с вами, ну, вы согласны, что может быть семейная жизнь, полная любви, света, глубины, радости, и при этом может быть очень напряженно и тяжело. Это одно не противоречит другому. Или вы не согласны с этим? Что бывает? Почему же все бывает? Так должно быть или нет? Должно быть или нет? Это мой вопрос. Мой вопрос очень простой. Должна наша вот семейная жизнь, которая у всех у нас есть или будет, и так далее, она должна быть наполнена светом, глубиной, правдой, чистотой, и при этом может быть очень и очень непростая и тяжелая. Это должно быть так или нет? Или, вот я хочу понять, это противоречит или не противоречит? Что жизнь тяжелая, а человек живет в глубине, в счастье и осмысленности. Это противоречит. Так это должно быть или не должно быть? Или мы можем прожить, как вы говорите, как бы задаваться вопросом, за что? Всевышнему, конечно. И так прожить, а только там через 120 лет тебе покажешь, за что, и все, поймешь. Это мой вопрос. Почему, мой вопрос сейчас в том, почему мы, люди религиозные, все время пытаемся, пытаемся свести дело, надо жить терпеть, а через 120 лет поймешь. Ну, вот как-то, как-то это у вас прозвучало где-то таком, диссонансом. Да, а как же понять, потом поймешь через 120 лет. Мы помещены в этот мир, чтобы работать. Молча терпеть, никто от нас не ожидает и не требует. А что? Не, почему молча терпеть? Не молча, делать митцвот и при этом терпеть. Что терпеть? Терпеть, диссонансы, в которых мы с вами находимся, предположим. Мой вопрос заключается в том, что почему-то, почему-то априорно люди считают, что, например, семейные, у меня все время пишут записки, что вернись к теме. Хорошо, постараюсь. Семейные жизни, и почему, почему семейная жизнь должна быть мучительной? Она не должна быть мучительной. Она должна быть счастливой. Это возможно, это реально, это мой вопрос. Это реально или нереально? Или это кому-то да, а кому-то уж не повезло? Как кто выбирает? Это зависит от нашего. Как, как? Как кто выбирает? Я выбираю счастливую жизнь. А мне жена такие делает неприятности. Это понятно, это правильно. Правильное замечание, конечно. Не понятно всегда, но как относиться. Но, может быть, понимаете, вот нам приводят классический пример Раби Акива, которого там сдирали мясо с тела. Он говорил, что Майс Рейд говорил, что это его счастливейший момент жизни, что он может выполнить поведение Всевышнего. У нас может быть такая ситуация, или это только Раби Акива. Что мы живем тяжелой, напряженной жизнью, но мы глубоко счастливы и смыслены. Точнее, это реальность, которую Тора от нас требует? Или это кому повезло, тому повезло? Реально ли исполнять волю Всевышнего, и при этом быть счастливым? Да. Это реальность. Вопрос доверия. Вы опять подняли вопрос доверия. Не только доверие. Здесь еще, здесь в доверии есть еще одна вещь. Еще одна вещь. Я хочу ее как-то подвести, только аккуратно. И вот... Это момент с того, что Авраама Вина, вот этот момент, что его Всевышний благословляет от начала до конца всем. Я спросил, за что? Мне как бы не дали ответа. Ну, как бы я не получил ответ. Ни за что, для чего. Как? Ни за что, для чего. А для чего? Давайте для чего. Ну, так просто по-другому, по слову какого. Ни за что это, ну, какое несчастное, мне еще сложно. Это по-другому подход. Для чего ты? Для того, чтобы что-то у совершаться, для того, чтобы лучше понять. Ну, зависит все от ситуации. То есть можно сделать уже счастливой, только если ты будешь потому что тебе ее должны делать счастливой, то ты ничего не помнишь. Это понятно, это природно, понятно, понятно. Окей. Окей. Я тогда как бы, мне тут время поджимает, я выскажу свою позицию, тогда и так далее. Значит, у каждого из нас есть свое предназначение. У семьи есть предназначение или нет? Вопрос. Не у вас лично, как бы вот, с неба, а у семьи, которые вы создаете. Когда она открывается, этот путь назначения? В первый раз. Когда люди влюбляются. Им впервые начинает просвечивать что-то, что-то более высокое, чем они сами. Теперь, если, девочки, вы меня слышите? Потому что, мне кажется, это очень такой важный момент. Если люди, если люди способны держаться, и сейчас мы коснемся, за свое предназначение и делать то, что в принципе необходимо, то они связаны со своей судьбой и через это со своим Богом. С Богом. И тогда получается бараха. Благословение. когда Авраама Вину был готов вот так служить Всевышнему, то есть то, что, как говорится, делать сосуд свой для того, что ему нужно, и не терять его из виду, то проявлением этого, мы называем это благословение, но в глубоких отношениях между мужем и женой это есть любовь. Как только я, я, моя жена, мы, точнее, с ней уходим от этого предназначения в чем-то, сразу теряется понятие любовь. Это тот же вопрос, который я как-то хорошо прочитал, что вот люди спрашивают, вот мы так любили, так было тяжело, все хорошо, хорошо, все уже построили, куда-то ушла любовь. И спрашивают, а куда ушла любовь? Так я прочитал хорошего мудрого человека, который писал, что вопрос неправильный. Надо спросить, откуда она пришла? Она пришла как следствие, ну, на религиозном языке я скажу, служения Всевышнему, не просто служения формальные, как бы, какие-нибудь мецводы, какие попали под руку, такие я сделал, какие мне полегче, а то, что меня действительно ищет Всевышний от меня, а в случае с женой, в семье еще более сложно. Что от нас ищет Всевышний? Это совершенно непростая штука. Первое. В этой вещи мне, в принципе, одна из вещей, которой кардинально мне нужно доверие. Но ни одним доверием все покоится. Нужно много вещей, которых мне нужно. То, что вы говорили, медот, нужно мужество, нужно честность, нужно какая-то, нужно тонкость, ощущение той правды, которая стоит за моей жизнью. И как только я от этой правды отскакиваю, я начинаю терять, что же, что же от меня Всевышний хочет. вы мне скажете, а как знать? Кто мне может подсказать? Как знать? Что от меня Всевышнего хочет? Я, честно вам скажу, я не знаю, как знать, и знать не могу, потому что в каждом случае оно решается индивидуально. тут все заключается в том, что в каждой ситуации я должен пытаться понять, что, знаете, как я прочитал в одном месте очень хорошую такую мысль, нужно, чтобы видеть правду, нужно, в принципе, три вещи. Первая вещь. Спросить себя, что, как Всевышний видит ситуацию, в которой я нахожусь. Вторая вещь. Спросить себя, что Всевышний мне повелевает в этой ситуации. И третья вещь, та самая сложная, а как Всевышний сам действует в этой ситуации. Ведь он же, в конце концов, допустил эту ситуацию, и он стоит за этой ситуацией. за любой ситуацией в мире, которая есть. Что у нас в Совершнем Действии такое существует? Возле его места? То есть, я активно ругаюсь со своей женой, и в это время столько, где приходят гости. Мы начинаем вежливо с ними улыбаться и так далее. Зачем Всевышний это сейчас сделал? Например, и так далее, не важно, что. Почему именно в этой ситуации я стал ругаться с женой? Хотя обычно ругают в других ситуациях. И так далее. То есть, я хотел бы как бы вернуться к этому моменту, потому что он тонкий, он очень тонкий, субстанция очень тонкая, о которой я говорю. и она как бы, ее тяжело овеществить, но как только овеществляешь, она сразу теряет свою правду, мне кажется. То есть, ситуация в том, знаете, какая ведь штука? Когда человек влюбляется, обычно жизнь среднего человека достаточно серая и скучная. Человек влюбляется, и ему кажется, что вот он наконец-то на коне, и он может из этой ситуации выжать все, что можно. Не осознавая о том, что ситуация, в которой, мы говорим, что человек влюбляется, любит, и так далее, она является отражением чего-то более важного. То есть, не сама любовь между мужем и женой цена, а цена то, что она проявилась как показатель чего-то. А это значит, что у меня нет никакого права ее себе присваивать. Вы меня можете спросить, что значит присваивать себе. Очень просто. Это значит, что я обсуждаю этот вопрос, что когда родился, первый человек родился на земле, то Хава его назвала Каин, слово приобретение. Пока она все это не потеряла, и третьего сына называет шет, на которого можно установить что-то. И здесь очень тонкий момент. Моя жена, которую я люблю, предположим, оно мое приобретение или нет? Вроде бы, да, кедушик был, я ее купил, чтобы знал о свое место. Теперь я ее люблю. Все, вот, на месте. и как только я так себе, как угодно, в каких аспектах я себе так не думаю, я сразу подрываю эту правду. Здесь больше Бога нет, здесь нету ни Бога, ни Тора, ни предназначения, ни доверия ко Всевышнему своей жене, тем более к себе, все разрушается. С другой стороны, как бы, отречься от своего эго во всех ситуациях, особенно семейной ситуации, очень непросто. Потому что близость отношений между человеком и любое исковеркание, любое искажение, оно очень болезненно. И уметь доверять Богу, что есть некое предназначение между мной и моей супругой в том, что мы делаем в точке зрения Всевышнего, а не то, что моя вот супруга вот она такая всегда, так я ее знал и прочее, прочее. Это большое и очень сложное дело. И здесь надо многое мужество и силы, а главное доверие. Потому что результаты как будто бы не видны. Мы же все очень бадки на результаты. Чтобы было все хорошо. Еще разок. не результаты, какое-то такое вот состояние, но очень злипкое, чтобы было все хорошо. Сейчас хорошо, сейчас 5 минут нехорошо. Как же это может быть? Да, потому что не должно быть хорошо. Нам нигде в той не обещана хорошая жизнь на этой земле. Нам обещана реализация и через это глубина, смысл, счастье и полнота, но не хорошая жизнь. А я все, мне все время очень хочется все это подменить хорошим. Ну, это то, что написано, что священство двоим мир Эмедвей Шекер, а мы его перевели с помощью греха Адама Решона на понятие добро и зло и все полетело не туда. Как только ориентируюсь на добро или зло, как таково, вот мне так хорошо, все замечательно и так далее, вот это плохо и так далее, и так далее, все не так. Потому что Медсвот Всевышний, вся Тора, она не такая. То есть, ситуация заключается очень просто. Значит, если взять по высокой мерке позиции Торы, которые она от меня требует и мои личные позиции, это две большие разницы, говорят в Одессе. Они очень большие. Я просто внутри себя не готов их примирить. И, так я понимаю, Всевышний вынужден как бы идти на уступки и приглаживать правду. Теперь, я потом в нее все равно спотыкаюсь, пока я себе не приду к тому, что мы называем Тор или Шма. Только с этого момента, когда человек начинает Тор или Шма во имя Всевышнего, во имя правды, во имя чего-то самого глубокого настоящего жить, то в тот момент начинается настоящая жизнь. А до этого и есть подмены, которые мы удовлетворяемся и нам, в принципе, хорошо, как мы думаем. если разобраться, теперь посмотреть с другой стороны, ведь, как правило, настоящую любовь мы не тянем. Это такая энергия, такой свет, такая сила, что нам хочется где-то убежать от этого. То есть, мы этого долго не выдерживаем. То есть, это такой вопрос, то есть, если бы спросить нас, опять же, вот, написано, «Эстерстерпаниев, я скрою лицо свое, Всевышний говорит нам и так, и так, и так, и так». И мы говорим, «Ой, как плохо, Всевышний там, это вот». Если бы Всевышний открыл бы, что называется, по ним, мы бы не могли бы жить так. Я люблю пример, я вам приведу пример, вы со мной согласитесь, безусловно. Когда задумался, вот я пошел на концерт классической музыки, я ее даже немножко люблю. Ну вот я ее послушал, и мне уже хочется перерыва и пойти в буфет пиво попить. Почему мне так хочется пиво попить? Вот высокая музыка, у меня даже высокие какие-то переживания. Потому что в нас есть очень много разных частей, очень много, и они очень сложные и многогранные. Когда на передний план выходит какая-то высокая часть моего «я», я ее не могу долго удержать. Она все меня спаляет, я не могу жить в этом. Мне обязательно надо опуститься на пиво в буфете или еще чего-то. Только понемножку, понемножку я начинаю как бы гармонизировать связь своих низших частей с своими высшими частями. Теперь в семейной жизни это очень проявляется. В семейной жизни мне часто хочется ну, что называется, я так скажу, расслабиться. И как только я опускаюсь там пожрать, поспать и так далее, и так далее, и так далее, мои отношения с женой, ведь с младбина, они тут же начинают искривляться. Потому что они зы мои, они еще не готовы к высокой настоящей жизни. Ну так, это реальность. И тут опять же человеку помогает его доверие. Если я вижу за своей женой и знаю за собой, что у меня есть какая-то что-то более настоящее, чем просто там пожрать, поспать и прочее, прочее, то я могу это преодолеть и пройти, и должен это преодолеть и пройти. Если нет, то я этого не могу делать. Мне не поможут никакие психологические выловки. Хотя я очень даже за психологию. Даже пытался здесь вот поднять неделю, я не успел просто сейчас, сколько закончить. Психологические какие-то моменты, которые мне кажется очень важны. Надо их знать. Но они в моих глазах вторичны по отношению вот к этой вот высокой правде. Знаете, нам тяжело жить самим собой, но самим собой вот этим высшим нашим я. Я даже не так сказать, оно нас давит, оно нас требует и нам хочется в принципе передохнуть, в лучшем случае уйти и жить как-то обычно. А потом мы говорим, почему наша жизнь такая серая. Ну все-таки, поскольку мне здесь ну как бы требует от меня, не знаю, начальство как бы обсудить какие-то психологические моменты, я их здесь один момент обсужу. Это касается много моментов, которые я хотел бы обсудить. Давайте, прямо по этой недельной главе сразу прошу несколько моментов. Первый из них такой. мы вот видим, когда фарон обвиняет Авраама Вину за то, что он его как говорится подставил, как же так, не сказал, что это его жена и прочее, прочее. Авраама Вину не отвечает ему. А вот когда в e-mail его то же самое обвиняют, он отвечает и говорит ему вот так-то и так-то и так-то. Почему на одному человеку ответил, другому и ответил? Так, ответ очень интересный. Правильно было не отвечать. Есть вопросы, которые за собой ничего не несут, обвинения, которые за собой ничего не несут. Они по сути неправильны. Авраам Вину знал, что фараон он такой человек, что что бы это ни сделал, он бы все равно схватил бы сару, если бы сам Всевышний не вмешался и прочее, прочее. Поэтому его попытка показать, что вот он прав, а ты, Авраам Вину не прав, на это нечего было отвечать. У нас по жизни это часто происходит, когда одна сторона что-то говорит, а правильно ему не ответить, хотя очень хочется ответить. А бывает ситуация наоборот, когда надо и правильно ответить. Это ситуация с Авемелохом, когда он говорит ему, что смотри, я праведник, а ты нет. И он говорит, Авраам ты так говоришь праведник, а вот твоя страна на самом деле вот такая и такая. Сказать человеку правду. Понимаете, вся штука заключается в том, что когда я кому-то говорю что-то, он меня услышит или не услышит. Если он меня не услышит, то неправильно ему отвечать, не говорить, что бы то ни было. Какую бы правду я ни говорил, я должен говорить. Это надо уметь понимать, когда мне другой человек что-то говорит. Есть такой интересный момент, чуть дальше, значит, Парашад Берра. Там, когда Всевышний разговаривает с Сарой, и мудрецы наши говорят, что Всевышний никогда не уединяется женщиной. Как это так? Из скромности как это понять, Всевышний не мужчина, не женщина. А вот есть у нас пророчица, он говорит, да, пророчица ему говорил, потому что он это обещал так сказать всему миру. Говорит, ну вот есть история с Хабой, говорит, нет, там он ее упрекал, тогда говорят, ну и Сару Имен он тоже упрекал. Когда он ей говорит, помните, когда он ей говорит, что почему-то смеялась, он к Авраму обращается, она говорит, нет, не смеялась, Всевышний говорит, нет, смеялась. Так отвечают, что нет, Всевышний не упрекает Сару Имен. Он ей что-то сообщает, что не сообщает. Есть какая-то вот такая интересная тайна. Эта тайна в том, что когда человек на каком-то уровне продвинутом, вдруг начинает понимать, что он себя не понимает. Другими словами, говоря, что глубину внутренних переживаний он не может охватить сам и понять, что с ним происходит. И в первую очередь наша мудрость это касается женщины. Другими словами, говоря, у нее глубина ее эмоций воспрятит, что она их не может отразить как бы на внешнем сознании. И когда Сара сказала, что нет, не смеялась, она была убеждена, что она не смеялась. А Всевышний показал, нет, не смеялась. Для Сары имени это такой уровень, когда она должна понять, что с ней происходит. Поэтому это открывается. Теперь по жизни у нас получается так, что мы часто себя нет, себя мы как бы утверждаем, что мы понимаем, а вот другого человека мы обвиняем за то, что его действия на самом деле основаны на той базе, что он воспринимает что-то, реагирует что-то, а его самого в этом нет. То есть его контроля над самим собой нет. А нам например очень обидно и досадно, как это она спылила, как он мог такое слово сказать и так далее. То есть мы возмущены, обижены поступком человека, который в этом сам не участвовал, хотя сам он это сейчас не делал. Вот это парадокс, который есть в нашей реальной жизни. С нами ведь это тоже происходит, опять же с нами это происходит, но мы себя понимаем, почему-то мы не готовы понимать другого человека в этой ситуации. А значит ему в этом смысле простить. Это особенно происходит в каких-то критических ситуациях, когда есть напряженность большая, человек сказал, сам не понимал, почему-то сказал, не важно, сейчас обсуждать. То есть в принципе у женщин больше, чем у мужчин есть это качество умения прощать, прощать, нести свою судьбу, свою долю, свою связь и так далее, и так далее. Но там же у женщины есть и другая сторона, когда пытаясь уладить ситуацию, она переходит за грань, которая называется правда. И в тот момент все искажается уже в другую сторону. Искажение происходит и в одну сторону, и в другую сторону. То есть она допускает что-то, что нельзя допустить. То есть весь вопрос заключается в том, что когда у нас мы говорим хэсэд и дин, я должен иногда милосердно относиться к ребенку, иногда его наказать. Женой я должен иногда поступать, понять ее, простить ее, не обижаться на нее, а иногда должен, что называется, поставить на место. Когда? Пока месья не не владею двумя этими инструментами, которые я называю тем, что ощущение предназначенности себя и своей жены для чего-то более высокого, чем просто наш дом, какой он есть. И пока я не пытаюсь за женой увидеть, хоть как-то, если не Бога, то во всяком случае душу, то мне это очень тяжело. Только обладая двумя этими инструментами, я могу в принципе принять правильное решение. Притом принимать решение это же никакой там расчет, это происходит, должно быть мгновенно реакция. не знаю, как у нас со временем. Продолжать? давайте посмотрим. Еще один момент тоже по нашей недельной голове по поводу после этих событий там написано Всевышний послал испытания Аврааму. Бывает ситуация, и она очень тоже бывающая, что для человека, который такой очень высокого уровня, мы часто говорим, вот испытание, моя жена такая, это мне испытание, и так далее, это неправда. Человеку высокого уровня в каком-то смысле дается испытание, когда при всей своей мудрости, понимании и так далее, он становится в ситуацию, когда Всевышний восстает в ситуацию, когда невозможно ее решить. Это ситуация Авраама Вин. И тогда действительно надо действовать, и это в жизни, в семейной паре такое происходит, когда надо действовать так, как действительно ты понимаешь, что называется, дугры прямо волю Всевышнего. Потому что не всегда я могу все понять, не могу все рассчитать, каким бы я ни был и таким бы и всяким бы ни был. И тогда вот тот момент, который вы в самом начале говорили, он очень верный. Тогда действительно только безусловное подчинение тому, что Тора называет Аллаха и жизнь, я могу бы вообще как-то существовать. Мой разум не может соединить вещи, которые на уровне моего разума не решаются. И в принципе у нас в Торе в иудаизме этот момент он все время подчеркивается. Что есть где-то после всего этого что-то выше всего моего, моих хороших намерей, моих качеств хороших, если бы были бы такие и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Что ставит меня и дает мне движение только при условии, что я действительно подчиняюсь воле Всевышнего. И всегда это очень тяжело. Мне случайно написано, что там это было последнее испытание Авраана и Вину, и на этом закончилось, потому что это вершина, и эта вершина она где-то всегда в нашей жизни какой-то элементом в своем присутствует. Я до конца не могу и никогда не могу понять Бога, никогда не могу понять до конца свою жены и самого себя. и где-то в этот момент, если я, как вы тогда в самом начале говорили, если я в этот момент подчинюсь по велению Бога, и Тора мне говорит, надо поступать так, то я поступлю так, то это, если можно так выразить, спасет все. Если нет, то нет. Поэтому и написано, что Всевышний как бы попросил Авраама Вину, говорит, пожалуйста, сделай это ради меня, потому что иначе скажут, что во всех предыдущих испытаниях не было этой правды. В нашей жизни это так часто происходит. Например, когда мы должны простить другого человека, который с нашей точки зрения логики нельзя ему простить. Еще разок, это не значит смириться, унизиться и так далее. Это уметь стать выше ситуации, не ниже, а выше. Это большое, на это требуется большое мужество и честность. Готов.